Первое утро Нового года для россиян начнется уже в новых реалиях. С 1 января вступают в силу изменения в законодательстве, которые коснутся различных сфер. Итак, с Нового года государство начнет выплату пособий за первенца, согласно закону, принятие которого инициировал президент Владимир Путин, при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет семья будет получать ежемесячно 10,5 тысяч рублей. А вот минимальный размер оплаты труда составит 9489 рублей. От размера МРОД зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Таким образом, бюджетников ждет повышение зарплат на 4%. Закон коснется порядка 4 миллионов россиян. К главным новшествам в сфере налогового законодательства с 1 января 2018 года можно отнести курортный налог. В качестве эксперимента планируется ввести так называемый налог на отдых. Первопроходцами станут Ставропольский, Алтайский, Краснодарский края и Крым. Туристы в сутки будут платить до 100 рублей. Сочи остановился на 10 рублях. С 1 января россияне имеют полное право воспользоваться выписанной электронной версией больничного листа. Документ будет иметь такую же законную силу, как бумажные. Больше остальных перемены ощутят автовладельцы. Рост штрафа в 2018 году станет значительно выше. К примеру, за тонировку стекол придется выложить 1500 рублей вместо 500. Изменится с нового года и стоимость полиса ОСАГО. Теперь она будет зависеть от числа нарушений. А вот судебные приставы с 1 января получают возможность лишить водительских прав неплательщика. К слову, с нового года автомобилистов можно будет штрафовать и по видеозаписям, полученным от третьих лиц. При этом не потребуется составление протокола. В новом году для этого будет выпущено мобильное приложение «Народный инспектор». Ну а наиболее неприятное событие для автомобилистов это то, что с 1 января 2018 года акцизы на топливо будут увеличены. Ставки возрастут на 50 копеек за литр, если верить экспертам. Дизельное топливо и бензин в результате этого подорожают ориентировочно на 60 копеек. Изменения почувствуют и застройщики. В следующем году по отношению к ним могут применяться две новые меры – наблюдение и финансовое оздоровление. Компания может рассчитывать на внешнее управление, но лишь в том случае, если есть основания, позволяющие реанимировать финансовое положение должника и восстановить его способность платить по кредитам. И про дольщиков не забыли. Также в рамках изменений закона о банкротстве законодатели предложили создать новый фонд, который, как ожидается, защитит права дольщиков. Учредителем некоммерческой организации стала Российская Федерация, а участниками – строительные компании. А вот пенсия в 2018 году повысится на 3,7%. К тому же трудовые пенсии в России неработающим пенсионерам будут проиндексированы выше инфляции на один месяц раньше. То есть не с 1 февраля, как это делается традиционно, а уже с 1 января 2018 года. Помимо всего прочего, с нового года запретят производство и продажу алкогольных энергетиков. Детей не смогут перевозить в старых автобусах. Исчезнет анонимность при использовании мессенджеров. К тому же вход на популярные сайты для общения с друзьями или родственниками будет запрещен лицам, не достигшим 14 лет. А вот врачи смогут лечить удаленно. Иностранцы сэкономят на покупках, в стране заработает система такс-фри. Все перемены в федеральных законах, уверены в правительстве, сделают жизнь россиян легче и безопаснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова